В 2019 году компания ОВИН впервые набирала на практику студентов университета МИИ и как раз в числе этих студентов я оказалась. Я прошла достаточно такую крепкую школу ОВИНа, я работала инженером в группе технической поддержки, а уже после этого начала свой путь становления продукт-менеджером. Мы сначала вновь в энергетике, а после этого в ассортимент направлений датчики и, собственно, путь-то до сих пор продолжаем. Я тогда не знала никаких вводных, то есть я не знала ничего ни про коллектив, ни про руководителя про Зоя Чернову. И сейчас уже, если бы у меня был весь этот бэклог, я бы уже сказала, что точно датчики, потому что коллектив. У нас очень дружная команда, прям без преувеличения, очень честная, очень отзывчивая, очень добрая. В этом году нам удалось поучаствовать в достаточно обширной программе расширения московского метрополитена. В системах автоматизации, собственно, на станциях метро мы смогли поучаствовать в них, задействовав там свои датчики, датчики температуры, датчики влажности и преобразователи концентрации газа. Еще один такой достаточно масштабный проект связан со строительством арен и стадионов. На них датчики температуры измеряют температуру грунта на поле. И мы в этом году начали сотрудничать с застройщиком группы самолет. В их системах вентиляции стоят наши датчики температуры, датчики влажности и реле давления. А для обеспечения безопасной жизнедеятельности людей на закрытых парковках в домах застройщика самолет стоят наши датчики угарного газа. Последние два года с появлением в нашей жизни ограничений рынок достаточно сильно перераспределился. Приоритет стал уходить российским производителям, что, несомненно, не может нас не радовать. В то же время мы сами тоже стараемся меняться, подстраиваться под условия рынка. Мы решили кардинально изменить подход к датчику строению и запустили новый проект, который позволит клиентам самостоятельно собирать датчик под свои потребности на своем производстве. Такого продукта на рынке еще нет, и мы надеемся, что с его помощью мы сможем закрыть максимальное количество задач клиента. Новинок на самом деле у нас достаточно много и достаточно классных. Одна из которых это контроллер для управления насосами САУ-2 с большим красивым цветным дисплеем с интерфейсом RS-485 на борту и 12 устроенными алгоритмами работы. Также у нас появится достаточно широкая линейка ротационных сигнализаторов уровней для сыпучих сред и большая линейка вибрационных датчиков уровня для контроля уровня жидкости, которая сможет применяться как в стерильных производствах, таких как пищевая или фармацевтическая промышленности. Я всегда мечтаю только об одном. Я вообще считаю, что, конечно, нельзя рассказывать, я же об этом мечтаю, но у меня обычный дядя поздравляет так. Он звонит мне и говорит, алло, с днем варенья, здоровья, с остальным сама справишься. И кладет трубку. И все, я говорю, спасибо. Ну, я считаю, что он вообще прав. С остальным сами справимся. Главное здоровье. Главное здоровье.